В приорале вопрос обеспечения студентов местами в общежитиях остается актуальным. Так, в 12 из 13 колледжей региона общежития вовсе отсутствуют. В области ими обеспечены только третий из 2300 студентов, нуждающихся в жилье. По мнению специалистов, выходом из ситуации станут меры по улучшению условий проживания казахстанских студентов в рамках реализации пяти социальных реформ президента. Тему продолжит мой коллега Алибек Байшуленов. Макпал Кемалова учится на спасателя в высшем колледже имени Аблая Хана. Она в числе 96 приезжих студентов, которые живут в общежитии. Рядом учебный корпус. Обедаем здесь же. На автобусы время, деньги не тратим. Живем одной дружной семьей. У нас все есть. Душ, бытовка, библиотека, спортзал. Только учись. Студентам Казалардинского политеха повезло меньше. При учебном заведении общежития нет. Оно было приватизировано еще в 90-е. Для строительства нового уже подготовили участок. Общежитие по плану будет рассчитано на 600 мест. Мы сейчас ищем инвесторов. Большинство студентов колледжа из сельской местности. И общежитие просто необходимо. В регионе сейчас изучают механизмы использования под студенческие общежития, свободных строений и возврата бывших зданий сферы образования. Первоначально сейчас в двух районах. Это в Аральском и Женокурганском у нас определены два здания. Это в Аральском бывшее здание школы. Передали на баланс Аральского индустриально-аграрного колледжа. И там будет на 50 мест открыто общежитие. И уже на Курганском районе там бывшее здание нашего колледжа. Оно передано было в управление образования района. Сейчас мы ведем работу, чтобы вернуть это здание двухэтажное. И там уже будет размещено общежитие. В этом году в Казаларде в рамках государственно-частного партнерства планируется возведение учебного корпуса колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 600 мест и общежития на 200. Алибек Большуленов, Аль-Хайдар Турлуханов, Хабар-24, Казалардинская область.